Привет, друзья! Я знаю, что вы приходите ко мне на канал, в частности на ролики серии Детство Буржуя, чтобы посмотреть всякие интересности про старые железки. Вынужден признаться, сегодня я вас таким не порадую. Сегодня я хочу поделиться с вами болью, которую на поприще ретро-компов я не испытывал уже очень давно. Да, конечно, в серии Детство Буржуя у меня не раз были выпуски, в которых я сталкивался с трудностями, заканчивал их на самом интересном месте, обещая выпустить вторую победную часть. Как только ко мне доберутся нужные железки, и пусть не быстро, но эти вторые части все же выходили. Сегодня же будет первый в своем роде выпуск, который закончится фейлом, без продолжения следует. Вы можете спросить, Витя, а нафига ты тогда вообще его делаешь? Ну, во-первых, набор для моей боли и страданий мне прислал подписчик. И было бы просто невежливо проигнорировать присланное человеком железо и никак его не показать. Ведь оно все же рабочее. Во-вторых, моя душа требует хоть какой-то сатисфакции за потраченное на танцы с бубном время. А в-третьих, заказчик ждет рекламную интеграцию, а когда железки мне не присылают, их надо на что-то покупать. Шутки шутками, а девайс сегодня в рекламе действительно интересный, поэтому зацените, не проматывайте. Спонсор сегодняшнего видео – умные брелки Чиппола. Если вы так же, как и я, частенько теряете мелкие вещи, Чиппола станет вашим спасением. Прицепите брелок на вещь, которую боитесь потерять или где-то оставить, например, на ключи. Подключите его по Bluetooth к русскоязычному приложению Чиппола на своем смартфоне, и теперь все будет под контролем. Как только вы забудете, где оставили свои ключи, достаточно нажать одну кнопку в приложении, и брелок Чиппола с ключами тут же зазвонит, если находится поблизости. Радиус действия – 60 метров. Что важно, Чиппола – Bluetooth, а не GPS-метка, и соединяется он только с вашим смартфоном на iOS и Android. Это, кстати, работает и в обратную сторону. Если потерялся телефон, нажмите два раза на Чиппола, и телефон зазвонит, даже если находится в беззвучном режиме. В приложении есть функция уведомлений, если брелок сам или с чьей-то помощью пытается покинуть зону видимости, то есть отдаляется более чем на 60 метров. Если брелок так и не зазвонил, приложение покажет вам на карте, где в последний раз он находился. Плюс ко всему, для Чиппола доступно голосовое управление с помощью Siri, Google Assistant, Amazon Alexa. А поиск брелка можно запустить, не заходя в приложение, сразу из виджета на главном экране. У меня брелок Чиппола One. Это самая последняя версия, которая собрала в себе плюсы всех предшествующих моделей. Еще брелок можно использовать как кнопку для селфи, и он не боится воды. Громкость звука у Чиппола One 120 дБ. Он самый громкий из всех моделей Чиппола. Купить брелок можно в официальном интернет-магазине ShopChipolo.ru. По моему промокоду подвальчик, две недели на сайте будет действовать скидка 20% на все брелки Чиппола. Модель представлена в шести ярких цветах. Выгоднее всего покупать комплект сразу из четырех брелков Чиппола One разного цвета. Скидка на такой комплект будет 25%. И она плюс ко всему суммируется со ссылкой по промокоду. Ссылка на магазин в описании. Итак, прислали мне вот такую с виду замечательную мамку на Socket 3. С поддержкой DX процессоров с тремя PCI-слотами. Как раз то, что доктор прописал. Материнки для 486 как раз хороши тем, что у них появился PCI, что расширило список железок, которые можно к такому компу подключить. 386 были только с ИСа. В комплекте с мамкой шел проц с DX2-66. В сборку своей четверки я хотел бы поставить, конечно, DX4-100, но и DX2-66 тоже крайне неплохо. На моей четверке в детстве стоял DX2-80, и было бы очень даже здорово сравнить производительность DX2 и DX4. Поэтому сборку было решено начать именно на 66-м. Собирать этот комп я начал на стриме. Живых трансляций давно не было, а тут и тема интересная, да и дело хорошее. Чтобы не переснимать первую часть, я частично использую видеозапись со стрима, а комментировать буду за кадром. Когда начинаешь готовиться к новому проекту, всегда думаешь, ну что же, в прошлые разы я всегда забывал о какой-то мелочи, всплывающей в процессе, но сегодня-то я точно подготовил все, и такого не повторится. И, естественно, каждый раз какой-то косяк все равно выскакивает. В этот раз такой косяк спас меня от кучи лишней ненужной работы, да еще и подарил приятные воспоминания. Олды. Помните, что это такое? Я спрашиваю, потому что я уже реально забыл о том, что раньше ножки для материнок были пластмассовыми и на защелках. Корпус мне подогнали отдельно, новенький, аутентичный под четверочку. И в него были нужны именно такие. Посему, после извлечения дополнительных очень полезных девайсов, но не для этой сборки, подаренных мне в комплекте с корпусом, я понял, что закрепить мать в системнике я не смогу. И первоначальную сборку было решено проводить по старинке, практически на газетке. Это меня совершенно точно вселенная уберегла от сизифового труда, потому что все равно потом пришлось бы разбирать все обратно. Еще один плюс более новых по сравнению с предназначенными для трешек мамок 72-пиновые симы оперативной памяти. Такие гораздо проще найти, если мы говорим о модулях больше, чем на 1 мегабайт. Для четверки хорошо бы иметь 16 метров памяти, а еще лучше, чтобы прям вообще было буржуйство буржуйством, 32. Среди моего запаса памяти есть даже две планки по 16 метров, но эта мамка кушать их отказалась, поэтому решено было воткнуть 4 по 4. Возможно, в коробке нашлись бы планки и по 8, но для теста 16 более чем достаточно. Допилить до идеала можно и немного позже. Уже тут у меня должен был прозвенеть первый звоночек, но я был так поглощен эйфорией от сборки компа и поддержкой зрителей, что его профукал. Нужно сказать сразу, что модель данной мамки, а соответственно и мануал от нее, чтобы доподлинно установить, что на ней можно, что нельзя, нагуглить, возможно, не представляется. На лицевой стороне написано только PCB версия 2.0, это, видимо, для тех, кто не понимает, что это мать для компа, а не для микроволновки. Очень информативно, спасибо. А на задней, хоть и есть другие опознавательные буквы, но тайванских материнок в 90-х было столько, что всем китайским клонам Dendy не снилось. Поэтому все они тоже бесполезны. По данным сочетаниям символов ни черта не гуглится. ИДЕ-контроллера тут на борту нет. Соответственно, для подключения жестких, гибких и оптических дисков нам понадобится мультикарта. Флопик у меня в наличии запасной имеется и не один, небольших хардов тоже парочка есть. Вот, например, на 800 метров и на 1,2 гига. Гиг тут, в принципе, не нужен. 800 метров хватит за глаза. На обоих хардах есть вся необходимая инфа о головках, цилиндрах и секторах для забивки в BIOS, если не сработает автодетект. Так что живем. Сначала я вообще думал обойтись без флопа, но забыл, что такие старые машины с сидюка грузиться не умеют. Так что трехдюймовый друг нам тоже все-таки понадобится. Видеокарта есть как и сашная, так и PCI-ная от S3, какую захотим, такую и воткнем. И вроде бы все. Можно заводить. Можно-то можно, но комп этот отказывался работать с самого начала. То он не включался вообще, то он начинал дурить с памятью, потому что я поставил 4 планки по 4 мегабайта, и он показывал то 8 метров, то 16. В итоге 2 я убрал, оставил только 2 и 8 метров. А потом, когда загрузка хотя бы в постскрин BIOS проходить все же начала, пошла новая чехарда. Определение устройств. Изначально комп отказывался даже видеть, что хард, что флопик. Автодетект на 800 мегабайт в BIOS не сработал, попытка прописать характеристики руками тоже ни к какому результату не привела. А загрузка либо выдавала сообщение HDD-контроллер фейлор, FDD-контроллер фейлор, либо просто висла на слове wait. Я пробовал менять мультикарты, брал даже заведомо рабочую со своего 386-го, ограничивать руками объем жесткого диска в BIOS, пробовать другой жесткий диск. Но во всех случаях результат был одним и тем же. Тут важно отметить. Про мультикарты я уже сказал, что они были проверены. Возможно, проблема была в самих флопике и харде. Но и тот, и другой также без проблем заводились на других машинах. А жесткий диск на 800 мегабайт даже без проблем автодетектится BIOS-ом моего 386-го. Он, кстати, очень похож визуально на этот же четверочный, только выпущен годом раньше, в 1992-м. И даже он без проблем понимает этот жесткий диск. Я опущу в своем рассказе примерно 5 часов мытарств, когда я менял компоненты, пробовал их в разной комплектации, эти, те, другие. И перейду сразу к моменту, когда хоть какой-то отклик от четверки получить все же удалось. Одна из мультикарт перестала выдавать ошибку FDD-контроллера и даже попыталась прочитать бутсектор дискеты. Теперь в ошибке значилось то I.O. Error, то Drive Not Ready Error. Какой-никакой прогресс. Возможно, теперь дело в том, что моя загрузочная дискета делает мозги, подумал я. Я писал ее из образа через USB-флопик на Windows 7, может, старичку из-за этого что-то и не нравится. Но хорошо, комп с 98-й виндой у меня есть. Блок питания в нем, правда, без хвоста для флопика, но ничего, где наше не пропадало. Паутина-проводов, второй системник, чтобы просто писать флоп, и загрузочная дискета для 98-й винды записана из-под этой самой винды. Для пущей уверенности я взял флоп из все того же 386-го. Он точно много раз проверенный, и запишу на нем, и прочитаю на нем же. И что вы думаете? Хер там был. Но в этот момент я вспомнил еще одну штуку и решил попробовать ее. Windows 7 умеет делать загрузочную дискету MS-DOS, и вот она внезапно запустилась. Но завелась только на флоп-ап-воде от 386-го. Хорошо, я еще могу понять, что BIOS не хочет хавать винты, начиная с какого-то размера. Но разные флоп-ап-воды — это уже просто какая-то клиника. Ну да, у девайсов есть разница лет в 5-7 в дате производства, но и то, и то обыкновенный 3,5-дюймовый флоп-и-диск-драйв. Оба рабочие, оба проверены на той же трешке. Это уже просто за грани. При всем при этом загрузочная дискета от 98-й винды запускать эту четверку продолжает отказываться. Стартинг и тотальный зависон. В принципе, на этом компе я мог бы без проблем обойтись и без флоп-и вообще. Главное — установить систему. А запустить инсталлер Windows 95 можно и с MS-DOS загрузочной дискеты. Но куда его запускать? С жестким диском проблемы у нас все еще остаются. Опять же, путем пробы ошибок на той же мультикарте, на которой ожил флоп, я узнал, что биос этого господина соглашается съесть только два моих харда. За номером 1 на 200 метров из трешки. А его в четверку я не отдам. Во-первых, на этом диске уже установлено все необходимое для другого компа, мне хотелось бы иметь рабочую машину каждого показанного в серии детства буржуя поколения. А во-вторых, 200 метров для четверки все равно мало. Тут надо объективно хотя бы метров 500. За номером 2 еще меньший, на 112 мегабайт, который мне достался от Макса, подогнавшего мне корпус. Но 112 метров — это просто куром на смех. И еще один интересный момент. 100-метровый хард с установленным MS-DOS не только определился, но даже без проблем прогрузился. Я это покажу немного позже. Повод будет. А вот 200-метровый стрешки — хрен. Система стартует, DOS начинает грузиться, но как только начинает запускаться драйвер CD-ROM MS-DX, получается полный завесок. Что ты такое? Какая мысль у меня возникла еще? Хорошо, ты, зараза, не хочешь жрать хард даже на 800 мегабайт. Но допустим, что ты просто по непонятным мне причинам не понимаешь таких размеров. Но 500-то ты должен съесть. Как сделать из любого жесткого диска диск нужного, меньшего объема? Правильно, найти его необходимые характеристики в интернете и ввести их руками. Мол, смотри, BIOS, это не 800 мегабайт, а 504. Давай инициализируй. Я даже для верности сделал финтушами. До того, как подсовывать этот хард четверки, я завел его на 386-м, ограничил его до тех же параметров, разметил его F-диском, тут главное быть внимательным и не давать F-диску размечать все доступное пространство, а то он отформатит его как 800-мегабайтный. Отформатировал его и уже после этого стал заводить в 486-м. И что бы вы думали? Ага, диск I.O. Error. Причем в BIOS стоит загрузка с флоппи, он с этого харда даже читать сейчас ничего не должен. Но вот не нравится этому господину жесткий диск, и хрен ты даже с флоппи загрузишься. Может быть я, конечно, тупой, но справедливости ради я перебрал немало так всяких ретро-железок, и такую чушь вижу в первый раз. Есть еще второй вариант. Я так уже делал с 486-м ноутбуком. Систему можно раскатать заранее при помощи VMware на современном компе до первой загрузки. VMware умеет использовать настоящие жесткие диски как виртуальные, и просто подсунуть этот диск к компу, но для этого, опять же, комп этот диск должен хоть как-то видеть. Иначе эта затея бессмысленна. Раскатывать 95-ю винду на 100 и даже 200-метровый хард? Нет, спасибо. Ну просто зачем? Но у меня остался еще один вариант. Переходник с ADN на CF-карточку. И этот сраный биос не просто ее видит, а даже дает с ней работать. Если зайти в утилиты жесткого диска в биосе с ограниченным руками жестким диском, то ты просто получаешь ошибку. То с CF-карточкой, подключенной через переходник и помеченной как тот же хард на 500 мегабайт, биос говорит нам, да, знаю такую, 504 мегабайта. Форматируем? Мимолетная надежда, помноженная на внутренний восторг, я тебя, тварь, победил, в этот момент сделала боль от все более приближавшегося неминуемого фиаско просто критической. Да, у меня не очень удачный вариант переходника. Когда я его покупал, я как-то не обратил внимания на то, что он IDE-мама, хотя должен был бы быть папой, чтобы его можно было воткнуть не в мультикарту, а в шлейф. Но это же ерунда. Если заведется, просто закажу нужный, главное, чтобы заработало. Сказано, сделано. Отформатированная биосом карточка отлично определяется в современной винде. В M-Ware, CF-карта, как жесткий диск, дистрибутив 95-й винды с подготовленной еще для стрима болванки, наслаждение давно не виденным экраном установщика. Показывать и обсуждать их сегодня с вами я не буду. Потому что, как вы понимаете, в итоге, после установки и проверки наличия всего необходимого на карточке, мы возвращаем ее в 486-й, запускаем и получаем драйв с error, а за ним диск iO error. То есть, говоря русским языком, кутишь. При этом, если загрузиться с дискеты, уже в DOS мы совершенно без проблем можем перейти на диск C и увидеть там все, что мы туда назаписывали. А грузиться с CF-ки эта зараза не хочет. И судя по тому, что до перехода к загрузке биос выдает драйв с error, это не связано с самой флешкой, то есть с записью в нулевой сектор. Я так понимаю, что проблема либо в биосе, либо в самой мамке железна. Если в биосе, то вполне нормальным решением было бы его тупо перепрошить. Но, как я уже говорил выше, хрен знает, что это за мать и как искать на нее нужный биос. Все цифры с платы в гугле я уже перебрал. Больше у меня идей нет. Почему я думаю, что дело может быть не в биосе, а в самой железке? Причин на это три. Во-первых, постоянные странные завесоны. С одним и тем же железом она может то прогрузиться, то повиснуть. Опять же, непонятный завесон на загрузке ДОСа с харда 386 на запуске драйвера MSCDX. Причем, что с подключенным сидюком, что с отключенным. Во-вторых, если включить в биосе кэш, который тут почему-то по умолчанию отключен, загрузка ДОСа виснет на запуске Хаймема. С таким я тоже никогда не сталкивался. Тут как с сидюком. Когда нет нужного устройства, писюк обычно не виснет, а просто пишет устройство не найдено. Драйвер лоот абортед. А в-третьих, это причина, которая заставила меня окончательно забить на возню с этой железкой, снять это видео и положить ее на полку на долгую память. Помните, я говорил, что хард на 112 метров не только определился, но и без проблем прогрузился в ДОС? Когда я уже перебрал все идеи, которые у меня только были, я подумал, ну хорошо. Ситуация такая, давай как-то плясать от нее. Что мы можем тут сделать еще? Пусть и не полноценный, планировавшийся заранее 486. Но из этой железки наверняка же можно сделать еще какой-нибудь интересный контент. Тут установлен Нортон, есть даже какие-то игрушки. Вот, например, тот же Принц Перси отлично работает. В комплекте с корпусом мне, помимо всего прочего, достался девайс, который я очень хотел себе в конце 90-х. ZipDrive. Эта штука казалась просто какой-то нереальной. Первая ее модель вышла еще в 1994 году и умела хранить на Zip дискете целых 100 мегабайт. Против дискеты на 1,44 метра, которые мы все тогда таскали и плевались. Но стоила она немало и мне ее, конечно же, никто не купил. В руках я держу ее в первый раз, и мне очень приятно прикоснуться к еще одной мечте своего детства. Эта модель ZipDriver умеет кушать дискеты объемом в 250 метров, и я подумал, отлично, хорошая тема, вот с нее и начнем. И как раз можно оттолкнуться от того, что раз хард маленький, будем его расширять подручными буржуйскими методами. Подключается ZipDrive по IDE, даже если с загрузкой системы у него будут проблемы, а в теории с него можно и систему грузить, не беда. Ну, поставлю я в трешку винт на 800, а на 200 в этот комп раскатаю на него винду, а с остальным буду играться с ZipDriver. Так даже еще интереснее. Вы, наверное, думаете, что я сейчас скажу, что ZipDriver, как и хард, не определялся, вешал загрузку системы и так далее. А вот нифига. При загрузке компа этот девайс не опрашивается, загрузке DOS с HDD не мешает, а драйвер его можно даже не прописывать в ConfigSys, а при желании грузить гостевой, запуская его просто экзешником. Ну, а в винде и постоянный можно будет поставить. Я уже даже не знаю, какой кадр сюда вставлять. Злость, слезы, безысходность. Просто молча смотреть в одну точку. MS-DOS драйвера найти в интернете труда не составило. Переписать их дискетой на комп тоже. Тут, кстати, еще один интересный момент. Когда я копировал данные с дискета через Norton, у меня постоянно вылетала ошибка чтения. Но проблема была не в дискете, потому что при нажатии «Повторить» файл скачивался и выдавал ошибку уже на следующем. Несколько повторов, и все на харде. Возможно, эта проблема как-то связана и со всеми остальными. Может, с прерываниями периферийных устройств у этой мамки какие-то проблемы. Я хз. Но вот при запуске гостевого драйвера у меня стала происходить уже знакомая проблема. Комп либо выдавал ошибку, либо тупо зависал. Здесь я уже был на исходе силы, не снимал всю эту катавасию, а когда стал повторять уже на камеру, все тупо уходило без ошибок в зависон. И я бы даже не стал про это рассказывать, если бы один раз, причем один из первых, то ли на второй, то ли на третий раз, драйвер загрузился и присвоил зипдрайву букву логического диска. И я подумал, ну завелось, супер, чего я буду сейчас в него пустые дискеты ссувать. Выключил комп и пошел записывать на зипдискету Quake. Выключил, потому что зипдрайв у меня один, и нужно было его переставить в другой комп. Больше драйвер не запустился на этой четверке ни разу. Я попробовал раз 10-15, хотя бы чтобы записать видеофутаж его удачного запуска для ролика. Но хрен там был. И я считаю, что с меня хватит. Да, здорово делать интересные ролики, рассказывать про старые железки, их проблемы и победы над ними. И мне даже не жалко тратить на все это силы и ресурсы. Но в этот раз я сдаюсь и признаю, эта материнка меня победила. Это совершенно не значит, что полноценного выпуска про 486-й не будет. Будет. Просто он появится не так скоро, как вы, да и я, собственно, на это рассчитывали. Прошу понять и простить. Если у вас есть хорошая материнка под 486-й, которой вы хотите со мной поделиться, пишите мне об этом на почту. Я буду вам очень признателен. Но жизнь состоит не из одних лишь побед, и иной раз даже полезно получить по своей наглой блогерской ухмылке куском текстолита из 90-х. Надеюсь, вам тоже было интересно за этим наблюдать, несмотря на далеко не радужный исход. Если это так, поддерживайте ролик лайком, подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. А самое главное, сохраняйте хорошее настроение, даже в случае, если потерпели неудачу. А на сегодня у меня все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok